Урок в этом классе начинается с нихау. Это привет на китайском. В гимназии номер 12 города Минска школьники знают всё о культуре Поднебесной. Хорошо говорят и даже стихи на китайском читают, как на родном языке. Я учусь со второго класса. Самое сложное в китайском – это иероглифы. Учусь 9-10 хорошей оценки. Собираюсь выучить китайский и поехать работать в Китай. Пять часов в неделю на изучение китайского языка, а ещё чайные церемонии и мастер-классы по каллиграфии. Не пропускают и праздничные в календаре, ведь мало только выучить язык страны. Нужно знать её культуру и обычаи. В первом и втором классах урок китайского языка можно посещать как кружок, а вот с третьего нужно определиться – изучать английский или китайский, как основной иностранный. В 2017 году мы выпустили первых выпускников. Они изучали китайский язык как основной иностранный 11 лет. Ну и все 16 наших выпускников поступили в высшее учебное заведение. Причём одна девочка, Литова Саша, участвовала в конкурсе у нас в республике. Она победила, заняла первое место. И в Китае она тоже участвовала в конкурсе таком знатоков китайского языка и тоже стала там победителем. Ей было предложено на выбор любое высшее учебное заведение Китая и обучаться там бесплатно. Освоить китайский язык не так уж и просто. Чего только стоят акценты и иероглифы. Гимназистам, изучающим китайский, посольство КНР в Беларуси даёт возможность попрактиковаться в самой Поднебесной. Ежегодно ребята ездят в международный лагерь в Пекин, чтобы улучшить язык и покорить великую китайскую стену. Ну, честно говоря, я выбрал китайский язык, потому что я не хотел учить английский. И как раз в год моего поступления в Минский государственный английский университет был набор на китайский язык как первый иностранный. И я сделал свой выбор, о котором не жалею, потому что в китайский язык я влюбился с первого занятия. Китайский язык сейчас набирает популярность, всё больше и больше людей видят в нём перспективы, в том числе и для работы. Сейчас в Беларуси язык Поднебесный изучают только в трёх школах Минска. Но задача на перспективу – расширить изучение китайского языка как учебного предмета и не только в столице, но и в регионах. Субтитры создавал DimaTorzok